Очередной филиппок 90-х годов. Строгий черный дизайн. По рассказам клиентов, ни разу не ремонтировавшийся. Шасси Anubis. Вот такие у него наклеечки. Модель 14GX1510-56R. Так, крышку убираем. Вот он красавчик. Судя по шерсти, которая у него внутри накопилась и утеплила старичка, чтобы он не мерз, то действительно он никогда, видимо, не ремонтировался. Так что мы с вами сейчас наблюдаем оригинальную укладку высоковольтного провода. Провода схваченные хомутами. Вот так, как это сделал завод. Чем он хорош? У него, видите, если кинескопчик подсел... Ой, что-то я простыл. У него есть регуляторы. Не надо входить ни в какой сервис. Можно отверточкой подрегулировать. Кинескоп у него Тошиба. Настоящая Тошиба. Хотя вот, мне интересно, здесь я увидел, как входы на наклеечки. Насколько я помню, в этой модели такого нету. А вот здесь они зачем-то вклеены. А может есть? Я просто не сталкивался. Вот такой старичок не включается. То есть, слышим при включении зарядку конденсатора и дальше никакого толку. Сейчас буду чистить от пыли и сразу визуальный осмотр, а потом уже приборами оцениваем, ищем неисправные компоненты. А как злоком. Дальше. Дальше. Один. Дальше. Нея. Субтитры сделал DimaTorzok 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 После чистки Все хорошо видно Не надо бояться чистки Но надо делать это аккуратно Может быть и поменьше Щеточкой чем делал я И аккуратными движениями Приводим в порядок Но что видит глаз охотника Глаз охотника сразу видит Вот эту емкость глаз охотника видит Она подпухшая И опыт мне подсказывает Что она уже идет под замену Но не обольщайтесь Не всегда так Просто получается Опять же это мой взгляд Увидел Что она не очень хорошая Хотя не ярко выраженная Подпухлость Но для нормальной диагностики Нужен ESR-метр У меня мастер-кит Тем кто не знает Вот Хорошо Да И вот может не включаться В дежурный режим Даже из-за этой одной емкости Ну если так То это повезло Если нет Будем искать дальше Почему-то В Филипсе 94-го года Вот спустя 23 года эксплуатации Эти высоковольтные емкости Просто идеальные Просто идеальные Никаких признаков перегрева Потемнения Обугливания Смотрите Умели же делать Куда делась качество Изготовления Четко Четко Вот старый телевизор Какие у него проблемы По емкостям Только по электролитам Спустя 23 года эксплуатации Вот он Поддутый Сверху Конденсатор 47 микрофарад На 200 вольт Знаменитый Ничикон Да Я не ошибся Да Ничикон Ну по 20 лет Отработали они Грех Жаловаться Так вот Емкость 2 микрофарада 2,3 В нем осталось По ESR метру Даже больше 30 Ом Не буду тут демонстрировать Понятно Емкость под замену Но и вот Ту Тоже надо проверять Она внешне может быть красивая И кстати У этих конденсаторов Снизу тоже Может выйдутся Не только сверху И даже отгнить Одна из ножек И вытечь электролит И тоже надо быть Внимательным Это вот Подсмотреть Проверил ту емкость Отличная Вытащил Модульок В первичной цепи Блока питания И здесь тоже Два потенциально Нехороших Конденсатора Как видите Никаких припухлостей С контактами Тоже полный порядок Значит Одна емкость У нас Получается 4,7 микрофарада Вот это А вот это 47 Микрофарад Выпаиваю его И такой Пшик идет И вонь Почему? Потому что Вот у него уже Здесь электролит Потек Не очень заметно Но было слышно И по запаху К вопросу О следах Канифоли На платье Да у вас Здесь паяли Здесь кто-то Уже что-то Ремонтировал Потому что Вот смотрите Канифоль Так вот Видим С завода Канифоль Никто здесь Ничего еще Не паял Это Оригинал Ну на удивление Понимаете Да почему На удивление Контакты В этих телевизорах Ну просто Все Супер Умели же делать Умели Настоящее Качество Так и стоили Тогда такой Телевизор Наверное Долларов 350 Стоил Хорошие деньги По тем временам Ну Оправдали себя Эти деньги Оправдали Видите Вот эта аппаратура По 20 лет Больше 20 лет И будет еще Служить дальше Ну как же так Хотел Хотел найти Еще плохие Конденсаторы С огромным Рвением Перепроверил И Не к чему Придраться Вот так вот Два В данном случае Конденсатора Но Это Данный Ремонт А вообще Я вам скажу Ну попадали В таких Телевизорах Мне неисправные ТДКС Вот он ТДКС Кто не знает Попадали Во вторых Попадают Такие телевизоры Из-за Скачков Напряжения И А что бывает При скачке Напряжения Как вы думаете А я вам сейчас покажу Яркий Пример Что телевизор Что-то Что-то Поймал Скажите Классно Сетевая Банка С подрывом Головы Вот что Бывает С вот этим Конденсатором Когда он Поймал Две фазы Или Обрыв Нуля Или еще Что-нибудь И конечно Тогда блок Питания Страдает Очень сильно Но Подлежит Ремонту Хуже всего Это когда Молния Гроза Грозовые Раскаты Особенно Если попало Где-то в линию Электропередач Или вообще В антенну Все Тогда телевизор Подлежит Захоронению Красавчик Ты мой Появился Дежурный Режим И Пультиком Сейчас Пытаемся Его Включить Вот Какой у нас Положительный Итог Ну Волны Это Вы понимаете Это У нас Такое Кинопроизводство Похоже Он Или От Спутника Но Антена Здесь Не Очень Ну Что Кинескоп Отличный Как Для Таких Лет Ну Понятно Очередной Старичок Будет Радовать Свою Бабушку Бабушку Он Я Я Ну Свою Продолжение следует... ...находится масса сосен. Вот когда в массе сосны кривые, или другие деревья, но на соснах это особенно хорошо видно, тогда становится понятно, что здесь трассируется технический разлом. Но если мы пройдемся чуть-чуть дальше, буквально метров 50-70 в сторону, деревья начнут выравниваться. Вот это вот и есть первый признак проявления технических разломов. Розы в таких местах погибают. Плохо растут огурцы, сельдерей, лук, помидоры, горех. Зато прекрасно развивается крапива... ...все-чуть. ...все-чуть.